12.06 Кирове продолжается программа Дневной Разворот, в студии по-прежнему Владимир Сметанин. Ислан Занько, добрый день еще раз. Погода типичная осенняя, промозговая, дождливая, сырая. Мы сейчас будем говорить о более хорошей погоде, времени года, про лето, которое в этом году выдалось необычайно. Ну, необычайно, да. Таким замечательным, теплым. В целом мы будем подводить итоги летнего отдыха детей у нашей студии. Владимир Шабардин, уполномоченный по защите прав ребенка в Кировской области. По защите прав детей, собственно, да. По правам ребенка. По правам ребенка. По правам ребенка. Добрый день. Давненько не было. Подзабыли, что мы. Добрый день. Ну, вот мы уже упоминали в первом части, почему именно сейчас мы поднимаем тему. Потому что по традиции все документы, все итоги, они по завершении всех смен уже подводятся. И буквально на этой неделе ведомство готовили эти отчеты. И вот сейчас у вас есть определенный набор информации. Можно уже расставлять какие-то акценты. Очень предварительный. Потому что, на самом деле, работа с документами еще не завершена. В том числе по тем моментам, по тем нарушениям, которые мы выявили. И сейчас у нас есть еще не все ответы. Но, в целом, давать какую-то оценку и говорить о каких-то проблемных, серьезных, которые уже выявлены, мы можем и сейчас. По крайней мере, мы можем говорить, сколько лагерей у нас, если мы говорим о загородных стационарных лагерях, функционировало. В этом году 23 загородных стационарных и один палаточный лагерь, трамплин. Как и было в прошлом году, имеется в виду палаточный лагерь. Но стационарных на один лагерь меньше. В этом году не открылась живая вода. Лагеря детей не принимал. Он находится в деревне Оголоченки, Юрьянский район. В предыдущие годы лагерь поддерживался полицейской ассоциацией. Там проводили профильные смены для кадетов, для выпускников, для воспитанников колледжа. И там у них ездили и международные какие-то программы были. В этом году, по тем данным, которые есть, да, этот лагерь был передан в бывшая дирекция загородных лагерей. Ныне это Центр отдыха и оздоровления Вятские каникулы. Значит, это организация в аренду. По данным, которые предоставлялись, лагерь должен был быть за этот год. Ремонтироваться для того, чтобы в следующем году во всеоружие заработать с новой силой и так далее. Но, опять же, по некоторым данным, есть большие вопросы. И вопрос в том, насколько он ремонтировался и ремонтировался вообще в течение того года. Или он просто не работал и что с этим делать дальше в следующем году. По остальным лагерям у нас открылись, но, к сожалению, не во всех лагерях состоялось то количество заявленных смен, которое было, и то количество детей, которое ожидалось. С чем это связано? С количеством детей, да? С количеством детей. Не набрали? Не набрали. С количеством детей. И, к сожалению, у нас были моменты, когда в лагере в последнюю смену или в первую смену 30-40 детей во всем лагере. И, конечно, это нельзя говорить о полноценной смене для этих детей. При наполнеемости 300, например. При наполнеемости, да, несколько сотен. Поэтому достаточно это, ну, уныло, скажем так, выглядит, когда приезжаешь, лагерь практически пустой, очень тихий. И вот где-то эти 30-40 детей, они просто потерялись в этом большом лагере, растворились. И еще одним, скажем так, моментом, к которому мы относились очень серьезно, и когда это было заявлено, там, до летней оздоровительной кампании, это принцип предоставления путевок детям в трудной жизненной ситуации, и детям, лицам числа детей-сирот, детей, оставшихся без припечения родителей. То есть, если в прошлом году, значит, вот эти путевки у нас предоставлялись по конкурсу, то есть, и у нас ребята традиционно ездили в разные лагеря, ну, там, например, строитель всегда принимал и ряд других лагерей, то есть, достаточное количество. То есть, в этом году было принято решение о том, что вот этот конкурс проводиться не будет, а будут все эти путевки будут проведены государственным заданием по линии Министерства образования и Министерства соцразвития, и все они будут, собственно говоря, переданы в бывшую дирекцию загаданных лагерей, в вятские каникулы, которые сейчас. То есть, в результате у нас все эти дети, все эти категории, были сосредоточены в нескольких лагерях. До начала этого мы говорили о том, что у нас вызывает опасения о том, что такое количество процентного соотношения детей в конкретно взятых, конкретно в одном лагере, оно не способствует социализации этих детей, оно не способствует проведению полноценной лагерной смены. Более того, у нас получается, что нагрузка на лагерь вот в таком количестве таких детей случилась в тех лагерях, которые или раньше практически не работали с этой категорией детей, или не работали в таких масштабах, скажем так. Нам было сказано тогда еще, эта цифра озвучила, насколько помню, Георгий Андреевич Барминов. Министр спорта и молодежной политики. Ну, собственно говоря, в чем ведение сейчас находится эта организация, о том, что в отдельно взятом лагере у нас процентное соотношение вот таких детей, детей таких категорий, будет в одной смене не более 40%. Что мы имеем сейчас? У нас есть лагеря, вот у нас есть данные 83%, 71%, 65% и так далее. То есть, еще раз повторюсь, у нас там некоторые лагеря оказались не готовы. В частности, у нас была ситуация в первой же смене в лагере «Белочка», когда мы вместе с представителями Министерства социального развития ездили туда, выяснять, что же там происходит, и какая программа подготовлена, в принципе, для детей, и насколько лагерь был готов принять детей в таком объеме, такой категории. По факту было выяснено, что у нас за первую смену из этого лагеря уехало 36 детей досрочно. 36. Такого у нас не было, ну, наверное, ни в одной смене, ни в одном лагере в предыдущие годы. Это те дети, которые не входят в эти категории? Входят. А, входят? В том числе и есть. В том числе и входят эти. В том числе у нас было там из одного поселка практически родители всех детей забрали, порядка, по-моему, 18 детей было. Входят. Причина? Это парадокс не в том, как вы думаете, что это уехали дети из других категорий. А эти, потому что, в том числе, потому что, во-первых, смена была не готова педагогически, назову это так. То есть, ну, первые смены, это, как правило, те смены, когда еще педагоги в школу, доп. образования, они работают по основному месту жительства, по месту работы. И в лагерях, как правило, работают студенты. Первая смена всегда наиболее проблемная в плане комплектования высоко квалифицированными кадрами. И, ну, есть первые там и последние смены. То есть, на наш взгляд, вот заводить такое количество детей, такой категории именно в первую смену, когда работать должным образом некому или не та квалификация, не тот опыт работы с такими детьми, там не следовало. Когда работают не волшебники, а они только еще учатся, не смогли найти подход. Более того, я могу привести пример, когда, значит, мы приехали и посмотрели, чем же все-таки дети занимаются, именно в этот день. В этот день шел ливень. То есть, погода была плохая, был ливень. Значит, и как организован, вот, собственно, досуг этих детей, а к тому времени уже, там, вот, только листья детей, о которых мы говорили, они уехали. Собственно говоря, что было предпринято и как организована программа для всех. Так вот, в тот день был организован конкурс рисунков на асфальте. Ну, еще два мероприятия на открытом воздухе. Соответственно, на наш вопрос, совместно с Министерством соцразвития, а у вас что происходит? То есть, вы провели замену мероприятий, вы придумали что-то другое, оказалось ничего. Собственно говоря, вот у нас по плану сетка стоит. Плана «Б» не было. Плана «Б» не было вообще. То есть, у нас стоит конкурс рисунков на асфальте. И вот такое искреннее недоумение, ну, вот, с погодой не повезло, и что нам теперь делать? То есть, ну, вот, в этой ситуации, в этом лагере, вот, собственно говоря, проблема вот такая. И, собственно говоря, совместные усилия наши с Министерством привели к тому, что немножко там встряхнули все, и следующие смены прошли немножко в другом режиме. Вот. Но при этом мы говорили заранее о том, что мы ситуацию понимаем, о том, что у нас в этом году меняется эта система. И есть лагеря, которые, еще раз повторюсь, не готовы. То есть, вот лагеря, в которых традиционные ребята ездили, они знали, что приедет там, ну, дети там, социалка, да, и в том числе директора говорили о том, что мы готовы. Мы приготовили одежду, мы приготовили обувь. То есть, люди, которые понимают, как работать, потому что, ну, дети могут приехать. Ну, вот такая категория. С разными жизнями ситуациями. Да, с разными жизнями ситуациями. Бывало, когда, ну, ребенка из далекого района привозили, там у него вообще ничего нет, там ни умывальных принадлежностей, ничего. То есть, в этом году и Министерство соцразвития очень хорошо и серьезно работает на местах, когда по направлению этих детей. удалось, собственно говоря, найти решение совместное с руководством вятских каникул по замене, скажем так, по предоставлению дополнительных путевок для подобной категории детей в других сменах. То есть, в последующем выход был найден. Но при этом мы признали, что вот эта ситуация сложилась так, как, собственно говоря, мы предполагали и говорили об этом. То есть, о проблемах, которые могут возникнуть. — Прервемся сейчас на полминуты и еще поговорим о том, как отдыхали летом в загородных лагерях наши ребята. Но вот по социальной категории отдыхающих детей мы еще не закончили. Продолжим через полминуты. Продолжаем разговор. У нас в гостях Владимир Шабардин, полномоченный по защите прав ребенка. — По правам ребенка. Это я переусердствовал, когда... — Защищает Владимир Валерьевич права ребенка? — Да. — Защищает. Хорошо. Хорошо. Ну, смотрите, какая история. Из таких вещей, конечно, нужно делать выводы. И есть ли ошибки, о которых возможны, там, те самые грабли, на которые вы указывали, они образовались и на них наступили в первой смене, потом пришлось в режиме ручного управления эту ситуацию менять, контролировать и прочее. Обсуждения в течение сентября этой ситуации, безусловно, я уверена, проходили. Какие-то выводы уже сделаны или пока рано о них еще говорить? — Пока рано еще не собиралась межведомственная комиссия, которая по итогам собирается. Еще раз повторюсь, времени прошло достаточно мало для того, чтобы подвести все итоги, да. Не все документы, не все материалы проверок еще закончены, поэтому не все ведомства еще готовы предоставить свои данные. Но это будет сделано в ближайшее время. Я надеюсь, что там те выводы, которые мы сделаем по итогам этой кампании, они будут услышаны и там наши предложения. В прошлом году не все наши предложения были услышаны. В частности, вот кроме того, что ситуация с категориями вот этих ребят, еще был момент, в частности, приведу пример, когда мы предупреждали о том, что по тем данным, которые поступили к нам лагеря с круглогодичным пребыванием, которым потенциально могут быть это Белочка и Березка, они не готовятся к зиме. И мы об этом говорили еще в осенью прошлого года. — А там новый менеджмент? — Новый менеджмент. Но у нас вообще ситуация по этому, у нас в руководстве бывшей дирекции за это время сменилось несколько руководителей. — Дирекции загородных лагерей, теперь вятские каннералы. В лагерях, которые входят в состав этого объединения, в течение года несколько директоров менялось, поэтому ситуация в этом отношении крайне серьезная и нестабильная. — А в чем должна состоять подготовка к зимнему периоду? — Значит, в прошлом году прежние руководители и сотрудники этих лагерей говорили о том, что лагеря не готовятся. В зиме мы напоминаем, что Белочка и Березка — это два крупнейших лагеря, которые у нас есть в области, в которых возможно проводить какие-то мероприятия и осенью, и зимой, потому что там есть система отопления. — А, своя местность. — Березка — это по советскому тракту не доезжает. — Вот она быстрится, а Белочка — это Башарова. — Нет, Белочка — это Ильинское, Слободское район. — Слободское район. — Слободское район. — Значит, не сливается система отопления, значит, в результате в лагере Березка система отопления была разрушена, нарушена. — Да? — Да. — Она и вода не слилась, зима замерзла, трубы порвало. — Вот так вот профукать систему отопления? — Вот так. — Боже мой. — Да, значит, на данный момент у нас есть, то есть мы пытались задать вопрос, а сколько это стоит восстановление. Это бюджетные деньги, надо понимать, что эти деньги пойдут из средств тех же путевок родителей на восстановление этой системы. Хотя ситуация, еще раз повторюсь, она была озвучена нами еще осенью до наступления зимнего периода. На настоящий момент нам руководство этой организации подтвердило действительно, что система горячего водоснабжения, система отопления восстанавливалась. Этот факт они подтвердили, что она была нарушена. — Сейчас угадаю, миллиона три. — Нет, ну вот сегодня нам дана была цифра 210 тысяч, но в чем мы лично сомневаемся вот в этой цифре, потому что, когда мы разговаривали с руководителем структурного подразделения, который там, а сколько потребуется на восстановление, то есть цифры вот то, о чем вы говорите. — То есть замена труб, замена радиаторов. — Да, и так далее. Поэтому вот у нас пока вот эта цифра вызывает, но вопрос не в том, то есть 200 тысяч — это тоже 200 тысяч, и там полтора миллиона, три миллиона — это деньги бюджетные, а самое главное — это те деньги, которые могли быть не потрачены, а потрачены быть на другое. И вот все-таки мы очень надеемся, что вот эти проблемы, которые мы озвучиваем по итогам каждой летней оздоровительной кампании, они будут услышаны всеми. — А есть техническое заключение по вот этим работам восстановительным по системе отопления, или это только заявление от дирекции отвязких каникул? — О том, что это восстанавливаться должно или в каком объеме? — Нет, восстановлено уже или нет? — Ну, пока у нас таких документов подтверждающих нет. — Ну, то есть там же должна быть какая-то сертифицированная организация, которая проверяет, да и делает заключение. — Пока у нас этих данных нет, и мы надеемся, что мы, ну, мы держим эту ситуацию под контролем, и мы надеемся, что мы этот ответ от них в ближайшее время получим. Все-таки в каком объеме это там восстановлено? — Помните ситуацию в прошлом году, Владимир Валерьевич, по-моему, связана была с Березкой, если я не ошибаюсь, когда в осенние каникулы там как раз тоже были ребята. — Это был Вагир Гагарин, имени Гагарина. — Это был Гагарин. — Когда из детских домов? — Да, когда из детских домов приехали, и холодные очень были палаты. — Ну, конечно, помню. Мы до сих пор, у нас еще не закончили, значит, совместно с УФАС. Дело находилось, значит, в арбитражном суде по претензионной работе управления Федеральной антимонбольной службы к этой организации, которая занимается в Вагире Гагарин. — А когда отопление вот в таких лагерях круглогодичного пребывания должно быть включено? — Оно, видите, там есть система поддерживающая, которая должна, вот, система поддерживающая, чтобы она не была разморожена, да? — Ну, есть же требования ГОСТа к детским организациям. — Есть разное, ну, скажем так. — Ну, вот в осенние каникулы дети приехали, должны быть отопливы. — Конечно, конечно. Ну, вот уже в эту погоду, конечно, система должна быть. — Я вообще не очень понимаю, как руководители лагерей, в том числе и Гагарина, выстраивают свою работу, потому что у нас тоже была связана история в этом году с лагерем Гагарина, потому что у нас было родительское собрание, мы должны были первой сменой заехать целой школой туда. — И все, мы уже купили путевки, у нас было родительское собрание, нам сказали прекрасно, что мы заезжаем, меньше, чем неделя оставалось до заезда, и вдруг абсолютно все меняется, выясняется, что лагерь не получил там что-то, я не знаю, сертификацию, лицензию, еще что-то. — Лагерь не получил разрешение на работу, да, то есть лагерь не получил лицензию, и мы об этом говорили, у нас эта ситуация складывается не первый раз и не в первый год, значит, первая смена не состоялась в этом году, точно так же. При этом меня удивляют люди, которые заявляют, то есть мы знаем, я член Межведомственной комиссии по подготовке и по организации отдыха, мы видим, что какой-то лагерь объективно не успевает, то есть об этом говорят и в управлении Роспотребнадзора, да, и остальные ведомства, о том, что лагерь принят в этом виде не может быть и не будет. — Но путевки продаются, собрание проводится. — Путевки продаются, и там за три дня до заезда родителям дается информация о том, что никого не слушайте, нас все равно откроют. В этом году была очень серьезная и жесткая позиция всеми озвучена о том, что лагеря открываться не будут, потому что у некоторых руководителей было такое, в предыдущие годы открывались, ну куда вы денете детей там. Поэтому в этом году были, скажем так, предусмотрены вот на такие случаи резервные места, и было понятно, куда можно детей там перенаправить. Я знаю, что там Вятская гуманитарная гимназия, мы совместно и с руководителем, с Валерией Владимировной и с директором одного из лагерей. — В итоге нас спас Орленок. — Буквально там в последнюю ночь перед заездом мы решали, в каком виде, значит, куда можно принять. А ведь это еще, простите, не так просто, потому что нужно... Это ведь не ГИБДД никто не успел уведомить, и куча других вещей, да? — Ну вот один лагерь был абсолютно готов даже принять экстра, вот эту ситуацию решить. Все было готово. Корпуса, менеджмент был готов. Все. А другой лагерь, мало того, что не готов, еще и врал о своей готовности. — Да, но вот в этой ситуации я говорю о том, что если лагерь заявляет, что у него есть все, включая лицензию, то родители вправе поставить вопрос и сказать «покажите». А если лагерь говорит, что она у нас есть, но вот показать мы вам не можем, потому что она у нас... — На согласовании. — Да, или где-то там находится, но вы не переживайте, то родители должны поставить там большой знак вопроса. Говорят, насколько у вас вот это совпадает. И вот эта безответственность некоторых руководителей, вот она и приводит к такой ситуации, когда приходится экстренно решать. Более того, возвращаясь в ситуацию вот с этим же отоплением березки и об ответственности руководителей, когда мы задали вопрос, ну, во-первых, сколько это стоит, во-вторых, и кто за это будет отвечать, поскольку повторно бюджетные деньги, значит, в это будут вкладываться и уже вложены, то выяснилось, что по большому счету никто, потому что, ну, по тем данным, опять же, которые есть у нас, была ситуация озвучена, как вы помните, у нас несколько руководителей вот этой организации сменились, да, фамилии у нас на слуху у всех, значит, что прежние руководители структурных подразделений, ну, просто, проще сказать, директора лагерей, они были оформлены не как, собственно говоря, директора лагерей, а как некие специалисты, менеджеры и так далее, значит, которые занимались, ну, продажей путевок. А ответственность вот за такие вещи, как вот подготовка лагеря к зиме, отопление и так далее... — Которая обычно берет на себя руководитель. — Да, то есть, которая должна себе... — Не была возложена ни на кого. — Соответственно, сейчас на вопрос, а кто был на тот момент директором лагеря, и нельзя ли на него, например, вот возложить эту ответственность, значит, получается, что нельзя. Собственно говоря, и мы сейчас будем повторно восстанавливать все это, и, ну, к этому вопросу, наверное, возвращаться еще раз. — Перервемся на полторы минуты и продолжим разговор с Владимиром Шабардиным. Ну что, предварительные итоги оздоровительной кампании подводим с Владимиром Шабардиным, уполномоченным по правам ребенка в Кировской области. Давайте поговорим про питание. Я лично в прошлом году... — Качество, объемы... — Да, с Владимиром Валерьевичем выезжала еще до открытия первой смены проверять один из лагерей, и видела, как пристально и внимательно комиссия, вами возглавляемая, относится к этой проверке. — Присматривается, принюхивается. — Я бы таких углов и не нашла, и не знала бы, куда заглянуть, и для меня были некоторые вещи абсолютно, конечно, открытием. Судя по вашему фейсбуку, и у вас этим летом было довольно много претензий к организации питания детей в лагерях. — Было много вопросов. Действительно, у нас начались обращения по качеству питания практически в первый день заезда ребят, в том числе из детских домов, когда на первом завтраке... Первый завтрак состоял из омлета 80 грамм, такая узкая полоска, маленький кружочек колбасы и чай. Все. Соответственно, это как бы крайне мало. При этом... Это, кстати, тоже вопрос касается организации, которая была сегодня упомянута. — Вятские каникулы. — При этом мы как бы оперативно начали связываться с руководством. Значит, нас услышали, там в завтраке сразу были введены каши дополнительно. — Так они изначально должны были присутствовать? — Конечно, да. При этом вот уже чуть позже мы смотрели все там меню составленное, технологические карты, и мы очень много в этом году разговаривали. К нам обращались непосредственно сотрудники, которые на кухнях много лет работали и работают. И там основной, как бы лейтмотив был и первое, что вот это меню составлялось не поварами, не технологами, а экономистами исключительно. Поэтому там есть очевидные моменты, которые... И вот, ну, собственно говоря, вот у нас там на шести или на семи листах написано, казалось, там мелочь, да? — Да какая же тут мелочь? Дети на свежем воздухе получают ложку еды. — Да, нет, это вот... — Полчаса и все. — Ну, далее. Но люди, которые там знают свое дело и много лет работают, они говорили там нам вещи, которые там вот отдельно взятые по себе. Кажется, может быть, мелочь там. Они говорили, вот смотрите, вот тут в меню там рыба с рожками. Ну, кажется, ну, например, рыба с рожками не идет. Рыба идет либо с картошкой, значит, либо с рисом. — Они говорят, да любой человек это скажет. — Вот, значит, и более того, значит, к рожкам подлива, или подлива, как называют они, никакая не идет. Это сухо, то есть рыба сухая, и рожки сухие, поэтому детям есть это сложно. — Сложно. — Если это идет на выброс, естественно. — Далее, значит, да, далее говорится о том, что у нас в меню, допустим, 5 рассольников, 2 борща. Ну, вот в этот период. Дети рассольник не едят, причем он там разный. Дети просят 5 борщей и 2 рассольника. Значит, норма... — Картофельный супчик там никак? — Норма чая там и сахара, значит, там лимонный напиток. Сахар в лимонном напитке, она вот такая, что лимонный напиток будет очень кислый. Просто говорят люди, которые как бы понимают технологии или говорят, у нас в этот день капуста. Я понимаю, там экономист, который... — Вареное, квашеное и салат. — Ну, который говорит, да, салат из капусты, а потом там на обед будет капуста тушеная. То есть экономически это выгодно, привезти капусту, и целый день сегодня у нас капуста, а на завтра, соответственно, вот такое же. И вот из таких мелочей складывается все меню. Поэтому вот, ну, чтобы вкратце организовать, значит, мы инициировали рабочую встречу с руководителями загодных лагерей и сотрудниками пищеблоков. Для того, чтобы руководство услышало мнение как бы их людей и для того, чтобы вот на следующий год у нас по питанию и по меню были, была проведена определенная работа. И было услышано мнение, ну, самих сотрудников лагерей, что дети едят, что не едят, что хватает и чего не хватает. Поэтому определенные вопросы по питанию, конечно, были вот вообще по меню подставления. Учитывая то, что это было единое меню там, которое было вот в этой организации на все лагеря, то проблемы, собственно говоря, одного и порядка. Вот. Вот. И вы видели, наверное, в социальных сетях там, там салатик, он прошелся, вот дети выкладывали, что вот норма такая. Ну, да, с приличными словами не объяснить, сколько их там. Да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Кроме этого, мы, естественно, каждый год проводим свой мониторинг по условиям хранения продуктов, да, по... По срокам годности. По срокам годности и так далее. Значит, у нас в этом году два лагеря дали это просрочку из вот этих всех, которые мы посетили. Температурный режим практически трех лагерей и почти в половине... Треть лагерей температурный режим. Да, шесть лагерей, ну, 27%. Нарушение температурного режима при хранении продуктов. Десять лагерей, это 45% нарушение правил хранения продуктов для нужд детского питания. Вот. Ну, и так далее. То есть по меню я сказал, кроме, ну, собственно говоря, проблем с питанием, еще один момент на пищеблоке, который нами был выявлен, это в одном из лагерей мы обнаружили несовершеннолетних, которые трудились на кухне. Мы видели фотографии этих мальчиков. Это два мальчика, ну, они были заретушированы, да, то есть не было видно. Но было понятно, что это мальчики. Да. В качестве подсобных каких-то. Два девятиклассника, они работали полноценно на кухне, при этом не было, они не были никак оформлены, у них не было никаких документов. Дайте угадаю, это родственники повара. Нет, это не родственники повара. Кстати, мы спрашивали, а где повар? Ну, то есть где тот человек, который на этом месте официально трудоустроен, и на которого имеется медицинская книжка, все соответствующие документы. Где этот человек? Нам сказали, что где-то нет, возможно, то ли запил, то ли еще как-то, да. То есть, и откуда эти ребята? То есть, сначала была версия, ну, то есть, надо понимать, что когда мы приезжаем в лагерь, там, задаем вопрос, есть ли у вас несовершеннолетние, которые никак не учтены, может быть, в отрядах, может быть, где-то работают, нам говорят, нет, нет, вы что, мы же знаем, вы же слышали, вы говорите каждый год, что этого нельзя, да. И вот, собственно говоря, когда мы на кухне обнаруживаем в полной боевой амуниции, то есть, шапочки, перчатки, значит, фартуки и так далее, ребят, которые, значит, работают в горячем, ну, то есть, там ведь и кипяток, и так все, вот, значит, они зашли в гости, то есть, первая версия, вторая, они здесь только один день, но ребята хорошие, они там, как бы, врать не будут, они говорят, да, мы работаем с начала смены, мы вот из соседнего поселка, мы приходим каждый день, обещали нам по десятке заплатить, как бы, за нашу работу, все, им-то что врать, вот, при этом, я спрашиваю, ну, как бы, мы деликами, а вы ничего не боитесь, вот, ты, как руководитель, не боишься ничего, то есть, здесь опасные условия, здесь, это кухня, это источник повышенной опасности, эти ребята не прошли никакой инструктаж, у них нет медицинских книжек, никак не оформлены, это вот первая составляющая, вторая составляющая, у меня вопрос, а где тот человек, который у тебя получает деньги, из каких средств ты, как руководитель, хотел выплатить этим ребятам, как бы, средства, более того, после нашего отъезда, мы в этот же день получили звонок, что вы были в таком-то лагере, да, вы в курсе, что там в предыдущую смену, там работали девочки, как бы, на кухне, но уже другие, значит, такого-то возраста, у нас на тот момент информации-то не было, вот, и, собственно говоря, вот, мы сталкиваемся с тем, что проверка или контроль за деятельностью там лагеря осуществляется только документально, это что значит, то есть документы берутся там, проверяются, у вас сколько сотрудников, столько, ага, значит, такие документы представлены, ну, берутся там головной офис, там, кадровая служба, посмотрел все, по факту мы не всегда знаем, сколько людей работает в лагере и кто эти люди, вот в этой ситуации мы сталкиваемся с тем, что, ну, мы тогда уже говорили, ну, у нас какой выход-то брать, действовать, как миграционная служба, да, окружили лагерь по периметру и спрашиваем, ты кто, ты кем тут работаешь, и сверять там с медицинской картой, с медицинской книжкой этих лагерей, вот. Помимо проблем пищеблоков и питания, у нас в этом году выявлены проблемы и в медицинском обслуживании, один из примеров показательных, приезжаем, значит, журнал учета температурного режима, параметров учета воздуха, у врача заполнен на смену вперед, причем сразу... На смену вперед все хорошо. Да, причем, знаете, лучше гидрометеоцентра, то есть там разная погода, в разные дни там... Переменная облачность. Переменная облачность. С фантазией подошел человек, да. Да, из еще, как бы, таких неординарных, да, ситуаций, они все неординарные, была ситуация, тоже связанная с квалификацией медика, который поменялся, медик там новый, девочка сломала палец за три дня до окончания смены, врач посмотрел, говорит, да вроде нормально, никуда отправлять не будем. Девочка приезжает домой, значит, с родителями едет в больницу, выясняется, что палец сломан, да, то есть сейчас родители предъявляют, соответственно, претензии и к руководству, и к остальным. Мы сталкивались со случаями, когда... Был случай, когда врач, направляя ребенка в лагерь, пишет, что ребенок в контакте не был, в результате ребенок приезжает с ветрянкой, у него там сестра болеет ветрянкой, на следующий день успешно заболевает, за собой еще пару детей тащит, вот, но по документам ребенок приехал без контакта с детьми. Ну и еще как, там, в качестве примера, там, контроля, мы приезжаем в один из лагерей, смена проходит профильная, все хорошо, тихий час, приезжаем, там, ребята хорошие, и, значит, комната, в которой, там, дети на тихом часу, нет, не просто, не одеяло, вернее, постельное белье нет вообще, то есть матрасы и голые вот это. Это что, наказанные люди? И при этом стоит директор лагеря, там, руководитель профильной смены, старший, то есть, там, 8 человек стоит, мы их спрашиваем, это что такое? Мы понимаем, что в этом лагере все есть, и постельное белье есть, и так далее, и так далее, и так далее, но это к вопросу отношения уровня контроля. А почему этих детей? Мы спрашиваем давно, у нас, ну, как-то так получилось, нет. Поэтому проблем с комплектацией... Какое унижение? Кошмар. Нет, есть два вожатых на отряде, третий еще воспитатель, как бы, я говорю, что, как так? Чем объяснили-то? Ну, где-то просмотрели, где-то была там пересменка, где-то вот чего-то так, и перевели из одной комнаты в другую, но почему-то белье не выдали. Ну, мы сейчас исправим, да вы что, они не видят в этом проблемы, то есть мы же через минуту там все это исправили, да, после нашего отъезда. Но у меня вопрос, а почему это должно было сделать там только при нашем отъезде? При вашем визите непосредственно. Две минуты, вопросы безопасности хотели еще осветить. Мы хотели вопросы закупок еще осветить. Ну, давайте, очень быстро, у нас есть вопросы вообще по закупкам. То, что в это, когда у нас в последний день смены закупается... В третьей смены. В третьей смены, в последний день, там вообще лето, закупается энное количество, ну, в лагерь, в какой-нибудь, ну, в один из лагерей, в 27-го числа, в день последний, значит, поставка охлажденного мяса говядины порядка там 500-700 килограмм. А охлажденка 5 дней может использоваться, дальше нет. Вопрос... А сколько на лагерь нужно мясо? Да, вот на 4 лагеря в эти последние дни там была потребность порядка 80 килограммов. А закупили полтона? В 8 раз больше. Закупили вообще гораздо больше. У нас данные больше, поэтому вот мы сейчас ставим вопрос, а как это считается? Ну, в данной ситуации, да. Ну, и еще один пример, вы можете зайти на сайт госзакупок и увидеть там странные закупки, выложенные торги, например, на организацию проведения зрелищных мероприятий, ну, то есть вот эти химические шоу и так далее. Период оказания услуг с 1 июня по, по-моему, 27 августа. Дата проведения аукциона, как вы думаете, какая? 3 сентября. И конкурс, как бы, объявляется сумма порядка свыше 550 тысяч. И вот когда мы начали задавать, ну, проявлять интерес, значит, 7 августа эта заявка была снята, то есть торги эти отозваны. А поскольку химические шоу — это такой предмет повышенной опасности, мы вот этот момент тоже всегда отслеживаем, то при посещении там вятских каникул мы задали вопрос, и мы знали, что они проводились, первую и вторую смену эти шоу, да, у вас есть какой-то договор, сертификат, они сказали, да-да-да, конечно, есть, и показали нам договоры от 14 мая с разбивкой суммы там по 100 тысяч рублей малыми закупками. И на что мы тогда уже открыли сайт и спросили, тогда это что? Почему у вас на эту же самую сумму, на эти же самые услуги, при наличии действующих договоров, как вы нам показываете, объявляется конкурс? То есть вот для нас эта ситуация крайне непрозрачная, крайне непонятная. Эти все сведения вы, я так понимаю, на рабочих группах Министерства соответствующих выкладывали? Компетентные органы этими занимаются? Мы сейчас готовим несколько материалов, я не буду немножко забегать вперед, у нас есть еще ряд вопросов, и мы готовим материалы для соответствующих структур. А это значит, что мы продолжим раскрывать эту тему вместе с Владимиром Шибородзиным? На этом дневной разворот завершен. Владимир Сметанин и Светлана Занько. Я не прощаюсь, особое мнение через 20 минут и президент адвокатской палаты нашего региона Марина Копырина.